И когда-то была травма спины, и под лопаткой я начал чувствовать боль. И к вечеру, как бы, оно до того уже болело, что аж морозить начало, как на температуру. И еще такой двойной удар с желудком параллельно, ну, как бы самочувствие плохое. И вот с утра просыпаясь, понимая, что как бы нужно идти на работу, а нет ни сил, ни возможностей, ни желания. И такое в голове понимание, что нужно как бы молиться и провозглашать свое исцеление. Ну, а нет ни порыва веры, ни желания, ни дерзновения, ничего. Я беру местописание, которое говорит, если мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, то мы молимся Духом, а Бог, Он знает, какая мысль у Духа, и все это нам на пользу приходит. И я начинаю молиться языками, ну, как бы, если образно выражаюсь, то меня как к электричеству подключили. То есть я вижу, что энергия, дерзновение появляется в моем разуме, в теле. Я провозгласил исцеление, почувствовал этот прилив сил, ну, как батарейку меня зарядили. Встал и пошел на работу. И чем интересно это свидетельство, что через несколько дней потом я разговаривал с людьми, и возник вопрос о библейской правильности крещения Духом Святым. То есть там люди, они оспаривали, является ли крещение Духом Святым истиной в наше время, вообще языки являются ли они тем, или что-то мы себе придумываем. И я имею возможность, беру буквально это свежее свидетельство трех дней, говорю людям, что так и так, благодаря молитве на языках, все это чудо исцеления случилось в моей жизни. И как бы аргументов, что-то говорить против не было абсолютно, потому что как бы человек не был настроен, но наше свидетельство, которое есть в нашей жизни, оно неопровержимо. Хочет там человек его слушать, нет, нравится или нет. Такое свидетельство, да. Аминь, да. Как раз в этом и является сила Царства Божьего, когда мы проявляем Его силу через свою жизнь. Потому что и Павел говорил, что не в премудрости Слово было Его служение, но в явлении силы и Духа. И каждый раз, когда мы людям говорим, проявляем эту силу и Дух, им не нужно рассказать долгих историй. Они чувствуют это сверхъестественное проявление Бога, они чувствуют это духовное воздействие на себя, и тогда их сердце открывается для того, чтобы слышать Слова Божьи. Приветствую, дорогая церковь. Многие знают, что моя семья, мы служим детям-сиротам. И я не планировала это, но Бог меня побудил. У меня есть ролик о том, как мы служим в детском приюте. То есть у нас в этом году уже, мы 10 лет его посещаем, а вчера у меня был день рождения. Но это как бы свидетельство моей жизни, нашей семьи. Я хочу, чтобы вы немножко окунулись с нами. Там 5 минут где-то ролик, потому что я его не специально делала, а делала для отчета. Ну там, ну то есть жизнь в приюте и за его пределами. Будут идти фотографии, а я вам буду комментировать, чтобы вам было немножко понятно. Хочу, чтобы вы просто окунулись в эту жизнь, где живут наши дети за пределами семьи. Ну это у нас такое свободное общение в младшей группе. Это мы проводим библейские уроки так, с помощью наших детей. Такой непринужденной обстановки. Это аквариум, это я хочу просто похвалиться. Дети очень просили, и мы от своей семьи благословили их рыбками и всем, что в аквариуме, потому что аквариум был, но он был пустой. То есть когда у нас нет возможности где-то, мы находим возможности, где показывать уроки библейские. Это дети поздравляли меня с днем рождения. Там качество фотографий, конечно, может. Сами делают поделки, ну то есть когда я их учу, потом они своим трудом. Это беседы со старшими девочками мы так тоже всегда стараемся. Это они меня поздравляли, то есть сами рисовали плакаты. Новый год, ну то есть в праздники у нас участвуют и воспитатели. Вот это вот буряк приезжал к нам, посещал нас. Это учили мы детей делать блинчики первый раз. Нам разрешила столовая. То есть не всегда разрешают, но есть такие моменты, что даже Рождество, вот мы делали им стол, привозили угощение, холодец, винегрет, домашний. Ну то есть такого им не дают там. Это такая была семейная у нас обстановка. Вот это девочки меня с Новым годом поздравляли. Ну то есть все, что я их учу, они потом... Это у нас был такой фестиваль театра, и мы представляли разные народы. Это у нас тоже какой-то... А, был праздник мисс какая-то. Это 9 мая, ну день победы. Мы для ветеранов готовили утренник. Это мы ходили поздравлять ветеранов, которые живут рядом в ближайших домах. Это у нас на 9 мая мы решили сделать печеную картошку, в общем, и выучили песни, выучили стихи, дети. Но пошел дождь, и нам пришлось проситься сделать костер в беседке. И заведующая нам разрешила. Это был единственный такой уникальный случай, что праздник не отменился, и дети поели этой картошки. То есть у нас такая была атмосфера, да, военных лет. Это к нам приезжали с музыкальной школы гитаристы, ну и наши девчонки... Наши дети ездят в Карпаты, их возят, да, благотворительный фонд выделяет нам там, и они их возят. Вот это наша заведующая, там с ними ездят и психологи. Оздоравливаются у нас так дети. Вот она, наша заведующая, Ольга Николаевна. Это наш психолог Наталья Ивановна, она занимается реабилитацией детей. Ну, это они так по городу просто во Львове гуляли, решили купить мороженое. Ну, то есть праздники, День защиты детей обязательно мы проводим. У нас приезжают гости всегда с гороадминистрации. То есть у нас мы сами подбираем костюмы, если у нас нет, мы в ДК ходим. Это наши воспитатели, которые участвуют тоже активно. Вот это Запорашталь приезжает, нас всегда поддерживает. Я тут тоже молодая, красивая. То есть мы с детьми там веселимся. Так, сейчас там еще будет немножко про лагерь. Это мы выезжали на море, наши дети выезжают. Когда я один год, они меня уговорили, я поехала с ними. И смогла там поснимать тоже. Дети там у нас приезжают с разных областей. Запорожская область, с разных городов. У нас там смешанный лагерь приютов получается и интернатов. Вот такие мы там на море загораем. И там получается у нас тоже конкурсы всякие. Дети, все свои таланты. У кого там кто рисует, кто танцует, то есть там все про лис. Это у нас такой есть кукольный театр. Мы с детьми сами тоже делаем. Ну, в разное время разные дети. Старшие дети служат младшим детям, то есть готовят программу. И мы им показываем. Я думаю, там уже почти все. Я думаю, вам обзор этот понравился. Потому что рассказать одно, а показать, как бы этот совсем другой момент. Может, вы кого-то приглашаете себе в это служение? Приветствую церковь. Не знаю, с чего начать. У нас в доме живет бабушка. Ей уже 7 месяцев. То есть она чужая бабушка, но вот когда-то она покаялась и вот прилепилась к нам. И вот мы ее взяли, как бы, но уже года идут, ей 84 года, и у нее старческая деменция. То есть это вот такие моменты, когда человек забывает. Память исчезает, да, вот какие-то, она не поймет, куда она идет, где она что находится. И знаете, за эти 7 месяцев было очень много, ну, тяжелых моментов для меня. Это как испытания. Хочу хвалиться, наверное, своими детьми. Вот в последнее время я просто... Почему-то вспомнила, что о своих детях. Они подростки. И вот, знаете, когда старый человек, это запах, это неприятные вещи какие-то. Я ухожу на работу, знаете, когда вы оберегаете, чтобы они не видели многих вещей. Они это все видели. И благодарю вот Бога за них конкретно, наверное, потому что оно как бы подростковый возраст такой, когда, ну, могут сказать, ой, воняет мама, ой, там еще что-то. Знаете, я благодарю Бога за них. Никогда не сказали так. Они настолько с уважением вот всегда относились. Я всегда могу попросить их, о чем угодно. Я благодарю Бога за свои детей, потому что подростки, ну, такой уязвимый народ, который, ну, вот... И всегда, всегда идут навстречу, идут на помощь, всегда помогут, всегда... Никогда не сказали ничего, думая, Господи, 7 месяцев, это настолько сложно, это настолько тяжело. Они придут, поднимут, они помогут, они накормят. Ну, я благодарю Бога за свои детей. Аллилуйя, да. Это и есть, конечно, настоящее проявление любви, потому что легко любить тех, кто, да, к нам добр, к нам, да, и именно таким образом у нас получается, то есть Бог формирует в нас настоящей любовью. И слава Богу, что люди, да, то есть такое свидетельство, что Бог... Главное, они ходят в церковь, да, и поэтому, я думаю, они получают здесь от Бога, и поэтому они имеют эту силу. Да, коротко, я понял. Окей, слава Богу, здравствуйте. Я хотел просто сказать, благодарить Бога, да, свидетельство, это обычные чудеса. И какие-то вещи, которые ты понимаешь в своей личной жизни, видишь, да, и что-то сверхъестественное, когда происходит. Хочу сказать о том, что... Было такое очень переживание, знаете, я думаю, у каждого молодого человека оно встречается, потому что у каждого человека, я думаю, на этапе жизни, да, с самого начала это четыре ценности – здоровье, уважение, деньги и время. Да, то есть и когда ты в молодом возрасте, для тебя очень важно, ты в подростковом возрасте получаешь уважение, в молодом возрасте для тебя важно финансы, чуть-чуть старше для тебя важно время, ты готов жертвовать и уважением иногда даже, и деньгами, просто, чтобы сэкономить время, сэкономить года, потому что ты понимаешь, да, ну, средний возраст, ты понимаешь, все уже, но время, время начинает поджимать. И последнее, да, это здоровье. Хочу сказать, что в силу того, что на данном этапе такие, ну, как ты молодой человек, для тебя важны финансы, для тебя важны какие-то остатки, вот, то оказавшись на работе, вот, я работал на двух работах, потом, ну, то есть с 9.30 до час ночи, то есть и в маркетинговом агентстве, и на страховках, и просто пришел к выводу, что, ну, начал как-то понимать, что больше нужно отдавать ценности время, но в то же время, знаете, начинаешь задавать себе вопросы. Я не люблю задавать вопросы Богу, потому что понимаю, что Бог сделал все, вот, все зависит для того, чтобы я, да, то есть все, что зависит от Бога, это давать мне больше мудрости. Как мне найти какой-то отдельный выход, как мне сработать в этой ситуации, то есть я не выпрашиваю Бога, не ломаю ему руки, не говорю, почему это произошло, почему то произошло. Потому что я думаю о том, что у меня есть мозги, Бог дал мне их, да, то есть Бог дает мне право выбора, я отвечаю за то, что произошло, да, мне не нравится спрашивать, а почему так, я сам себе вопрос задаю, говорю, Марк, почему так, ты не прав, давай согласимся, Бог ничего не допускал, ты не прав, да, то есть, и поэтому как бы начал задавать себе вопросы, почему я зарабатываю, ну, то есть я нормально зарабатываю, но почему все-таки мало, да, почему я не могу откладывать больше, почему мне, ну, то есть я думаю, это нормальный вопрос, ну, не судите, да, вот, ну, то есть, и как бы, И в этот момент начинают задавать вопросы к Богу, начинают там как-то еще откладывать и начинают себя зажимать во всех моментах. И в какой-то момент я понимаю, что, вы знаете, настоящий дух мамоны или вообще мамона, вы знаете, что Бог создал золото и серебро? Бог создал деньги. И Он ничего не имеет против денег и против того, чтобы люди были богатыми. Но то, что плохо, это когда ты начинаешь беспокоиться о денег больше, чем беспокоиться о твоем внутреннем состоянии. Понимаете, вот это ужасно. Понимаете, и это и есть момент недоверия Богу. Понимаете, десятина — это тоже проверка на доверие Богу. И твоя способность отдавать вообще — это твоя проверка на доверие Богу. Понимаете, и речь понятна, что должен быть какой-то, ну, планировка, столько я потрачу на это, столько я потрачу на это. Но всегда нужно понимать, что, Бог, я готов на большее. Если вдруг надо, я готов туда запрыгнуть, я готов вложить, я готов посеять. Почему? Потому что я знаю, что я завишу от тебя. У меня в жизни даже один человек, который иногда видит, когда я могу давать больше, чем я ожидаю, он говорит, Марк, ты реально не думаешь вообще головой. Зря вообще ты это делаешь. Я понимаю, подожди, я не завишу от вот этого источника. То есть мой источник — это Бог, это канал. Вот это вообще глубоко. Еще раз. Наш источник — это Бог. А работа, инвестиции, дивиденды — это все канал. Аллилуйя. Амин. Аллилуйя. Все, хорошо. Слава Богу. Так что, короче, я понимаю, что для меня… И финал. Какое самосвятельство? То, что мне вывестили зарплату без каких-либо причин. Работы второй месяц. Мне сказали, вы очень хорошо работаете, мы вами довольны. Я не вижу, где я очень хорошо работаю. Ну, то есть я реально, я не делаю там 200%, понимаете? То есть я не сделал какой-то суперрезультат. И мне просто сказали, мы повышаем, при том, что у меня нормальная зарплата. Понимаете? То есть я думаю, что я не вижу это как награду от Бога. Я вижу это как, когда ты учишься доверять больше, да? Ты просто… Это процесс. Ты больше доверяешь, ты больше получаешь. Это не Бог такой, ага, вот ты прижал себя, ну сейчас у тебя на, держи, да? То есть я не вижу это так. Я вижу, что это как следующий уровень просто. Есть какой-то уровень Божьей славы, и на него ты можешь дойти, когда ты понимаешь, Бог, я просто принимаю решение доверять тебе. И вы знаете, и ты не принимаешь решение доверять Богу, потому что тебе страшно, что ты окажешься без ничего. Ты принимаешь решение, потому что ты знаешь, мне так лучше будет. Да, я могу сам, да, я могу нормально. Но я просто выжму себя, и я сгорю, и все. Я не хочу этого. И это тяжело, понимаете? Сказать, Бог, доверяю тебе. Аллилуйя. Аминь. Верный, в малом, да, в чужом, тот получит и свое. Поэтому, я думаю, когда мы трудимся от всего сердца, да, как учит нас Бог, то есть мы используем принципы не по выгоде, а потому что, Слово Божие так говорит, то Бог тогда вмешивается, и Он трансформирует твою реальность, делает ее другой, и ты получаешь это благословение, потому что следуешь Словом Божьим. Аминьи теперь передаем пастору Лизе. Спасибо, Сергей. Да, приглашаем наших детишек, друзей наших. Ага. Так, Саша пришла. Саша, приветствуем тебя. Саша, помаши. Саша пришла. Так, хорошо, вы тоже всегда становятся, детки, да? Потом вот так сейчас от Саши, а потом там еще, да? Данил, приветствуем тебя. Павлик, приветствуем тебя. Милия, приветствуем. Егор, спасибо, Егор, приветствуем. Ксюша, приветствуем. Шерон, приветствуем. Джошуа, приветствуем. Как тебя зовут? Савелий. Савелий? Савелий, наш новый друг Савелий. Света, приветствуем тебя. Хорошо, очень приятно. И приветствуем Аю, Ая. Маши ручкой Ая. Ая, приветствуем. Как зовут? Артем. Артем. Это вот сестричка, братик и еще братик Никита. Никита, как тебя зовут? Ева. Очень приятно. Ева тоже с нами сегодня. Первый раз Ева, да? Да, очень рада Ева. Приветствую Михаила. Михаил, Богдан, приветствую тебя. И Михей, вот такая вот у нас гвардия сегодня. И мы благословляем наших сыновей и дочерей. Благодарим тебя, Господь, за каждого сына и дочь, которых ты даровал нам. Ты так благословил нас, так обогатил нашу жизнь. Мы приняли это не как ошибку, как случайность, а как особое твое доверие, особое твое благословение, особенную радость в нашу жизнь, особенное богатство в нашу жизнь, вечное сокровище, с которым мы придем в небо и скажем, вот мы и дети наших, которых ты даровал нам, ты, Господь. Благословляем каждую семью, из которой пришли дети. Мы молимся, пусть придет туда мир, пусть придет достаток, Пусть придет избыток на всякое благо, пусть придет здоровье, защита Твоя во имя Иисуса Христа, взаимопонимание. Мы молимся об уюте таком, домашнем уюте, семейном очаге. Мы молимся о том, чтобы там поклонялись Тебе, приносили там благодарность Тебе в каждом доме, где есть дети. Мы молимся сегодня об этой встрече, об этом уроке, который готовили сегодня с усердием учителя, для того, чтобы было радостно, хорошо, и дети поняли, как любишь ты их, как ты рад каждому из них. Аминь. И где наша команда? Благословляем нашу команду. Благословляем.